добрый день дорогие мои друзья вторая часть моего видео продолжение и то что я хочу вам показать сейчас эта вещь ручной работы продавалась на комплекте и я сначала не понимала что это но меня поразила тонкость работы невесомость этого стекла и посмотрите какой рисунок какая-то не вся необычная это вот вот такая вот лампа да вот фитилек то есть наливаете маслица и это может гореть такие всевозможные вазочки причем работаю но видно что на самом деле это ручная и и очень сложная вот эти всякие изгибы покрыты золотом вот ну и на то что я обнаружила что здесь написано это стекло искусство и стекла очень плохо вид эксклюзив ручная работа совершенно потрясающие вещи просто вот легкость невесомость и посмотрите как сделано очень очень красиво рисунок идентичный что я думаю что это все один набор вот такая вот красота сейчас мы отставим сторонку чтобы не убирать что вы могли многие говорят что у меня очень быстрый темп что я но я по сути я очень энергичный человек мне нужно все очень быстро не как могу совладать собой но чтобы могли лицезреть еще и нашла вот такие наперски так одену они разные по размеру с разными рисунками и вот чертополох и мак цветочки всевозможные розочка еще два бабочка и пингвинчик по моему два пингвинчика только они занимаются вот разными делами такие фарфоровые наперски появились меня кстати многие коллекционируют я знаю и у меня есть еще конечно серия наперсков покажу наверное начало картинки такая вот картинка но к сожалению она без сертификата потому что я вижу здесь люди сами наклеили вот это вот наверное было повреждено где написано что это gold у меня есть такие картиночки картинки такая вот но без сертификата и вот такие две картинки тоже они небольшие но есть этот серия и у меня тоже есть такие картины наверное я буду их вывешивать тоже сюда но не знаю как еще с полками мы не определились потому что места не хватает и вот написано что это ваша маленькая галерея вот можно даже дату можно что-то произведено в германии можно описание сделать что это за картина может подарок так что дальше три вот таких старинных может сказать антикварное стекло купоросное стекло появились у меня моей коллекции это германия все что я нашла и что это антикварное это начало двадцатого века может даже конец восемнадцатого называется купоросное стекло но к сожалению всего три штуки ну красота красоты конечно необыкновенный и вот эти две рюмочки но я думаю что они такие может быть 80-е годы не знаю мне так кажется может даже 90 мне кажется это по геме всего тоже два стаканчика фото я уже тоже выставила в инстаграм тоже очень красивый как-то я показывала видео что у меня были пять таких вот фужеров и они были маркированы написано что розенталь когда я увидела эту ножку я поняла что это это подсвечник и что это тоже розенталь но конечно маркировки уже как на рюмочках нету ну возможно было она стерлась там потому что она краской белый написано что это розенталь и название коллекции поэтому конечно я сразу купила вещь достаточно редко встретилась мне всего второй раз вот первый раз те фужеры небольшие и вот подсвечник вот такой флакончик для духов но ручная работа написано но к сожалению без крышечки я думаю что это чехословакия судя по фарфору мне кажется что это чехословакия но мануфактура не стоит так ну что дальше наверное покажу вам этот трио очень такая знаете я первый раз увидела такую такое клеймо и сейчас я вам покажу книгу и что это клеймо и расскажу вот это клеймо и называется она роз роз шутцер порцелан фабрик и 1896 по 1968 год ставилась эта клеймо вот в какой период именно определить это вот между большой промежуток да практически 60 лет даже больше посмотрите на мою книгу сколько много закладок мы с хобертом постоянно вот сидим и с этой книжкой изучаем очень-очень интересно так ну отвлеклась опять немножко в сторону посмотрите очень красивые конечно мне кажется это почему то что это двадцатые годы потому что такой стиль больше похож на арт-деко состояние просто нулевые очень красивые ручки так вот такая тарелочка появилась и это тоже тарелка коллекционная и она занесена в каталог брадокс под номером стоит это всемирно известный каталог и восемьдесят девятого года фюрстенберг очень именитая очень дорогостоящая скажем так компания изделий этой компании просто уникальный здесь описание и над глазурная роспись стоит подпись мастера кто-то меня спрашивал никто не меня именно а вот советую девочек что типа это же если ручная роспись это же столько нужно разукрасить на одну тарелку я хочу сказать что у нас в россии в ростовской области есть такой город семикракорске там семикракорская фаянсовая фабрика так вот девочки каждое изделие раскрашивается вручную и вот эти вот мазки рисунки и я знаю что не никакой станок а только сидят девочки художницы рисует поэтому вполне возможно что у вас конечно печать но прорисовка конечно же ручную до долго поэтому эти вещи если это ручная работа то конечно ты стоишь компания вермар кобальт мой любимый и вот такая вот чашечка морка в очень прекрасном состоянии кобальт и семидесятые годы чашечка это же компания что и тарелочка и это семидесятый год кстати клейму этой компании очень много и пока ты рассмотришь у . какая-то справа слева сниз очень сложно очень много клеем также как и по мэйсону наверное пять страниц только помыть но у них менялись клеймы очень часто скорее всего делались подделки я думаю поэтому компания прибегала к тому чтобы поменять клейма ну показывала вам сумочку видео которую мне пришла в подарок он сказал полина забирай за знакомство она кожаная она просто роскошная они конечно ее носили любили и мне предстоит эту кожу немножко почистить правда еще не представляю как здесь меня просто лежат украшение которые вам сейчас буду показывать но сумочка очень красивая вот такой вот браслет внутри металл а это это пластик ну очень красивые не к сожалению вот очень большой мне очень тонкие руки и он небольшой очень красивое колье по замочку видно что она старенькая но без потертости очень легкая но и очень красивая когда я прихожу на курсы на курсах я самая взрослая дама скажем так и я все время в украшениях я все время если я еду он везет меня хуберт на автомобиль я всегда стараюсь красиво одеться если я еду на велосипеде то понятно что я джинсы одеваю более такой спортивный стиль и стараюсь сделать и прическу по стилю подходит ну в общем девочки ждут когда я приду и покажу что-то новое из моих украшений как это смотрится многие стали даже советоваться по стилю что купить где как а подходит ли вот этот браслет сделан из рог вот такая вот красота такая бусы стекло старая чехия посмотрите на эту надо красивую работу пусин 1 ночью ручная работа конечно и каждая бусинка индивидуально через узелочек замочек очень старенький и к сожалению вот стерлась и краска вот на самом этом капошоне красиво еще вот эта бабочка под серебро и она маркирована это 40 вин 3 состояние новой вещи нет абсолютно потертости очень красивая так ну что еще вот такой вот кулон стоит перламутр натуральный ставочка он довольно таки крупный вот видите ладони вот такой вот солнце состояние очень хорошие но и видно что его носили но потертости нет он прям как-то шлифован от одежды вот это колье когда я покупала мне хозяйка сказал что это кость понятно было что это колье очень старые уже антикварные судя по замочку но я не могу понять на самом деле косит или нет когда смотришь на ней и на него то есть вот как вырезанные эти вот бусины есть конечно такие знаете как на короле впадинки то есть кость же имеет такие прослойки поэтому мне кажется похоже но когда щупаешь ну вот трогаешь не немножко как-то холодновато для кости не знаю я вся в сомнениях что это за материал но вещь антикварная кто знает или встречал подскажите буду очень рада такая вот брошечка ручная работа и это фарфор здесь подпись мастера очень миленькая 3d так что еще не в этой сумочке так вот второй кулон тоже это я думаю что возможно чехословакии но хотя и америка делала подобные кулоны вот все на лапках кристаллы больше найти такой светлый зеленый цвет играют камера конечно не передает блеска может быть и видно но мне кажется что нет жизни намного лучше и перламутр такой довольно крупный кулон и состояние тоже очень хорошее такой крестик микромозаика но это уже мне кажется современная стоит маркировочка италия и и вот такая микромозаика такие цветочки ромашки по моему похожи потом купила такие старинные клипсы работа просто замечательная сейчас я покажу но они такие старенькие древние есть даже патина вот видите на металле конечно очень красивые лицевая сторона в идеальном состоянии то есть нету не патины я прям отшлифованы вот на замочке уже конечно видно что вещь довольно таки старенькая и когда покупала вот эти сережки когда я увидел честно говоря я думала что это золото но я и по сей день по сей день думаю также потому что она имеет такой знаете вес несмотря то что они маленькие чувствуется вот ну когда вот золото трогаешь то маленькая вечно чувствуется вес то есть сережечки антикварные вот судя по замочку но клейма я нигде не нашла что это золото обратите внимание на работу это надо нести проверять но здесь это очень дорого стоит уберт чинил свою цепочку у него порвалась цепочка и он отдал за это 20 евро так еще в этой сумочке мне осталось такие клипсы я думаю что 70 80-е годы пластик такой розовый перламутр когда я вижу вот такой цвет у меня ассоциация всегда с детства у нас была учительница екатерина джамиловна по русскому литературе не всегда были роскошные бусы не до сих пор в памяти они жемчуг жемчуг крупные под жемчуг имеются бусы именно вот нежно-розовый это было она была так она по национальности была узбечка наверное может быть таджичка очень красивая женщина темная и вот эти вот розовые бусы цвет и когда я вижу этот цвет мне всегда напоминает екатерину джамиловну я даже до сих пор помню как ее зовут вот такие вот сережки вот кстати они возвращаются кстати они актуальны вот в этом году вот такая форма я думаю что я буду носить тоже эмаль под перламутр латунные старые замочки еще тоже купила так ну по украшению наверное все что я еще что я могу что еще ну и вот этот клатч еще раз вам покажу наверное и видео не друзья еще и совсем забыла сейчас две секунды самое главное оставила на потом думаю что же на незаконченное видео купила я вот такой вернее остатки сервиза вот такая вот роскошная сахарница мысинские букетики мануфактура и вы знаете судя по клейму это тридцать третий год и в нем значит молочник сахарница и четыре чайные двоечки просто роскошные удивлена очень нравится прям великолепная такой невесомый а чашечки просвечивает сейчас я покажу и вот такие вот четыре чайные двоечки это все что осталось от антикварного сервиза но все равно эти вещи сейчас очень редкие и я их беру и многие девочки меня просят кстати говорят про спасибо что я вот как когда-то и сама покупала у девочек с и бы оси бы на ю тубе заказывала было радости когда пополнялась моя коллекция когда еще жила в россии очень много покупала вот такая вот красота очень нравится очень легкие невесомые пить его знаете держать просто одно удовольствие смотрите какая работа в конце недели ко мне придет моя коробка последняя которая осталась у моей кузины я про нее совершенно забыла она сказала ты думаешь конце концов забирать свою коробку меня в келлере стоит келлер это подвал я совсем забыла что я когда-то оставляла мне эту коробку когда приезжала года два-три в гости в германию и в конце там просто уникальные вещи я даже не вспомнила честно говоря в конце недели будет еще одно видео а до постараюсь завтра снять видео по текстилю и видео моего кабинета где покажу вам тоже картины которые я приобрела и одна из них прям просто повезло это очень именитый немецкий художник которого уже нет живых этой картине примерно лет 80 может быть и больше все всем мира и добра и пока пока